На одном из наших новых полей мы обнаружили высокую засоренность злостным сорняком горчак розовый или горчак ползучий. Для того, чтобы решить проблему с этим сорняком в условиях прямого посева, мы решили заложить опыты по применению нескольких вариантов гербицидов. Мы выбрали один из самых обширных очагов горчака розового, разбили его на делянке по 30 метров квадратных, это 3 метра на 10 метров, и заложили 6 вариантов по 2 повторности. Опрыскивание проводили 8 мая ранцевым опрыскивателем в фазу ботанизации горчака при средней высоте около 25 сантиметров. Схема применения следующая, и посмотрим, как это выглядело через 10 дней и на следующий год. Это опыт по применению гербицидов на горчаке, справа от колышков это контроль. Это первый вариант, горгон, 2,5 литра. Второй вариант, горгон, 2 литра. Третий вариант, 2 литра торнадо и 0,2 горгон. Тут намного интенсивнее идет процесс. Четвертый вариант, хакер 120 грамм чистым. Здесь очень слабо, наименее выражено действие. И повтор, который находится вот там с краю, то же самое, наименее подгорел. Пятый вариант, 90 грамм хакер, 2 литра торнадо. Этот вариант, тоже один из наиболее желтых. И шестой вариант, магнум и 2,5 литра торнадо. Здесь немного в меньшей степени, мы видим, чем на хакере. С торнадо. Но все равно он покрутился, пожелтел. И вот контроль. Сегодня 10 мая. У нас небольшой дождик, находимся на поле гороха, где предшественник был подсолнечник. И в этом месте у нас очаг горчака, на котором в прошлом году мы заложили опыты, испытывали 6 вариантов применения гербицида ранцевым опрыскивателем. И очень хорошо видно, как они сработали. Итак, первый вариант. Это горгон в норме 2,5 литра. Видно, что есть угнетение горчака. Но сильное последействие и на горох. То есть, вот где не применялся гербицид, и вот где применялся. Горчак. Горчак есть на этом варианте. Для интереса. Посмотрим. Вариант где не сработал у нас гербицид. Вот так выглядит горчак. То есть, достаточно густо. Вот это было контрольное пятно в прошлом году. Метр на метр. И также здесь горчак остался. Итак, первый вариант. Это горчак, обработанный препаратом горгона в норме 2,5 литра. Второй вариант. Горгон 2 литра. В принципе, разница между вариантами несущественная. Третий вариант. Это горгон в дозе 0,2 литра. И глифосат торнадо 2 литра. Видно, что горох живой. После действия на горох. Минимальная. И также хороший контроль горчака. Даже меньше, чем на этих вариантах. Меньше или равны. Следующий вариант. Хакер. В норме 120 грамм. И здесь на горчак практически нет воздействия. Весь он отрос. И вот это по диагонали. Крайне то же самое хакер. Следующий вариант. Это торнадо с хакером. 2 литра торнадо. 100 грамм хакера. Существенное снижение горчака. Но его здесь больше, чем на первых трех вариантах. Следующий вариант. Вот он. Здесь применялся магнум. Это мицульфорум метил. С глифосатом. Тоже торнадо 2 литра. И магнум 10 грамм. То же самое угнетение. И то же самое есть отростки. В принципе, вариант похожий с хакером. Единственное, что удивляет, что горох не поврежден после действия от мицульфорум метила. В норме 10 грамм. Это крайний шестой вариант. Вот так это выглядит. Видим, что препарат горгон в дозе 2,2,5 литра дает существенное последействие на последующую культуру горох яровой. Мы получили всходы. Вот рядочки видны. Вот такое состояние. И горчак отошел. Вот у нас еще есть такой небольшой непроизвольный опыт. То, что когда начинали опрыскивать горгоном, вот эта половина прохода у нас вышла с большей концентрацией. То есть тут вместо 2,5 литров вышло примерно 4 литра. Здесь гибель наиболее существенная горчака. То есть видно всего лишь один. Здесь еще один. Всего несколько всходов. Ну и горох. Максимально угнить он в этом месте. То есть он уже погиб. В принципе практически ни один сорняк здесь не растет. То есть надо учесть, что это было ранцевое опрыскивание и возможно куда-то здесь не попал гербицид. То есть не создал эффект экрана. То есть не создал эффект экран.